Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас тяжелая задача. Мы должны за короткое время закончить и недельную главу Тазрия и недельную главу Митсура, поскольку мы обе читаем в эту субботу. Я бы хотел начать с первой недельной главы, которая называется Тазрия. Она начинается с законов Тума и Тара, чистота и нечистота в духовном смысле по отношению к человеку. Как вы помните, в прошлой недельной главе Пороша Чмени мы учили законы зверей, что можно кушать, что нельзя. И также там очень много разбиралась тема того, что происходит с животными по отношению к их недуховной чистоте, если они тмеим, они теорим. Это все разбирается там. И мы переходим плавно к недельную главу Тазрия. Начинается вопрос насчет чистоты людей. Раша приводит в толкование. Раби Шимлай. Раби Шимлай говорит, так как посредственность творения была, что сперва были звери, а потом человек. То же самое. Тора. Законы. Сперва разбираются законы зверей, потом разбираются законы людей. И тут что-то надо понять. Здесь наверняка есть какая-то глубина. Это же не просто так какая-то такая приятная причина, чтобы делать это так. То есть вначале люди звери, а потом люди. Поэтому здесь есть на самом деле большая глубина. И как нам рассказывает Зоар, Зоар нам открывает глаза и говорит, что на самом деле есть большая разница между законами чистоты у зверей и законами чистоты у людей. В чем разница, основная разница? Что у каждого зверя есть свой закон. Он стабильный, он никуда не двигается, он никуда не меняется. И то, что с ним будет, это то, что будет. У человека есть очень-очень много разнообразных законов по отношению к духовной чистоте. Есть нечистота, которую очищают в течение дня. Есть нечистота, которую нужно принести жертву. Есть нечистота, которая нужна для того, чтобы очиститься, ждать семь дней. Есть нечистота, которую нужно узнать священника, который придет и определит, что это уже прошло. и также по отношению к тому, какое влияние есть от этой нечистоты, если она переходит на еду, на воду, на стул, на кровать, на других людей. Например, если мы говорим про мёртвого, что это считается самая-самая сильная тума человека, то человек, который дотрагивается до мёртвого, он становится тамэмэд, он становится нечистый от мёртвого, и ему требуется семь дней ждать, пока он сможет очиститься. В течение этих семи дней он должен ходить в храм, чтобы священник на него брызгал воду с пеплом, красные коровы, которые всего во всей истории было только десять таких коров. Точнее, девять и десятые это будет во время Мотомашия. Совсем непросто. Много-много-много разных законов. И это неспроста. Как я говорил, Зоа нам открывает глаза, и он говорит, что поскольку человек был сотворён последний в течение всего творения, поэтому все силы и все вещи, которые есть в творении, они все являются как часть от человека. Они все в нём, в перемешку работают. У него есть от зверей, от рыб, от земли, от птиц, от рыб. От всего творения человек, в нём заложены какие-то силы от этих частей творения. И всё это вместе соединяется. И поэтому говорит Нефеша Хаим. Нефеша Хаим, Рафхай Меволожен, жил примерно 200 лет назад. Он был основной ученик Виленского Гаона. И он говорит интересную вещь, что на самом деле до того, как человек согрешил, то первый человек, перед тем, как он съел запретный плод, то у него были только чистые силы. После того, как он съел запретный плод, с тех пор в него зашла нечистота. И теперь внутри постоянно есть вот эта вот борьба и всё время вот это пересиливание чистой стороны и нечистой стороны. Это то, что называется, что Ецарара, он был вначале как змея снаружи. И как только человек согрешил, это вошло в нас, в наше нутро. С тех пор всё время идёт вот эта борьба, и всё время человек должен стараться победить нечисть и возвысить в себе чистоту, духовную чистоту, поднять себя на высокий духовный уровень всё больше и больше и больше. И если у него получается это сделать, тогда он снимает в себе все вот эти нечистые места и поднимает духовные, что может дойти чуть ли не до уровня ангела. Но если же в обратную сторону, тогда этот человек становится хуже, чем животное. Хуже, как мудрецы говорят, что если человек не делает то, что от него требуется, говорят про него, что даже комар, он был раньше, чем ты. Потому что весь смысл в том, что человек, он был после всего творения, он был в конце, он был в завершении. Это то, что он смог теперь соединить все силы и возвысить их над нечистыми вещами. Но из-за того, что он это не сделал, тогда же животное лучше, чем он. Потому что животное, хотя бы у него нет этой возможности по отношению к человеку, что есть. Это объяснение, вступление в главу Парашат Тазрия. Кроме этого, у нас есть глава Мацура. В главе Мацура разъясняется, между прочим, кроме всех остальных законов, Нигей Батим. Что такое Нигей Батим? Это проказы на стенах дома. Когда евреи приехали, пришли в Израиль, и они захватили все города, то, конечно же, все враги освободили свое местожительство, и они вошли в эти дома. В Израиле есть законы проказы дома. И если человек, в его доме оказывается какая-то проказа, какое-то пятно, тогда он должен привести священника, который должен определить, если это пятно считается проказой, которая в Торе считается нечистью, или же это просто какое-то пятно, которое не имеет значения по отношению к каким законам. После того, как священник приходит и определяет, что это нечистое, тогда есть процесс очищения этой проказы. Хозяин дома вытаскивает те свои вещи в течение недели. Если проказы не проходят, то нужно разломать место в доме, в котором находится эта проказа. То есть взять, вытащить эти блоки, эти кирпичи, которые на них находятся, эта проказа, и принести новые кирпичи. Если же это не помогает, тогда нужно разломать весь дом и построить заново новый дом. Но основная интересная тема здесь, это то, что невозможно пользоваться строительным материалом старых кирпичей. Старые кирпичи, их нужно вытащить за станы близкого народа, там, где находятся всякие нечисти, всякие места, которые туда относятся эти вещи. И после этого построить заново. Вопрос, на самом деле, почему же невозможно вернуть? Более того, Зоар Кадош спрашивает, что мы знаем все это известный метраж, что народы, которые здесь были, они услышали, что еврейский народ приезжает в Израиль. И они сейчас тут все заберут и все себе захапывают и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Все сейчас они заберут. И поэтому они спрятали все драгоценности в стенах. После того, с испугу, когда они бежали, они оставили все эти драгоценности в стенах дома. И поэтому, когда евреи приходили в эти дома, они не знали, что там есть вот эти драгоценности. И поэтому Всевышний присылал вот эту проказу, благодаря которой они разламывали стены, доставали оттуда драгоценности. И это была ихняя награда. Вопрос, опять же, то, что Зоар говорит, то, что Зоар задает вопрос, почему невозможно те же самые кирпичи вернуть на место? Говорит Зоар Акадош, что каждый дом, который человек строит, если он его строит для хороших вещей, тогда приходит шхена в этот дом. И поэтому он говорит, что обязательно надо сказать во время строения дома, что я этот дом строю для того, чтобы воспитывать своих детей к Торик, Митцвод. Я хочу соблюдать здесь заповеди в этом доме. Тогда приходит шхена в этот дом, и есть чистый дух, и это очень-очень хорошо влияет на домочадцев, и есть большая удача в этом доме и так далее. В обратную сторону, если же этот дом построили для плохих вещей, для того, чтобы делать там всякие нарушения и так далее, и так далее, тогда, наоборот, приходит нечистая сторона в этот дом, и приходят всякие страдания и всякие неприятные вещи. И говорит Зоар, как может человек узнать, если этот дом был построен для чистого или не для нечистого, ведь мы же не знаем, что происходило, тем более, что если прошло много лет. Говорит Зоар, очень простая проверка. Если первый хозяин, и второй хозяин после него, и третий хозяин после него пострадали от этого дома или телом, или детьми, или финансами, любой какой-то, какой-то был ущерб от этого дома, показатель тому, что этот дом, он сам именно, он очень опасный, и лучше жить в пещере, в пустыне, чем находиться в этом доме. Так говорит Зоар. Теперь вернемся к нашим евреям, которые приехали в Эр-Цесраим. Они приехали в Эр-Цесраим. И они не знают, если дом, который построили вот эти народы, это дом, который был построен для того, чтобы здесь сделать нарушение, или же нет. Как они могут это узнать? Они не знают первого хозяина, ни второго, ни третьего, и вообще они ничего не знают. Они пришли в пустой дом. Как можно узнать? Говорит Зоар Акадош. Очень просто. Приходила проказа на этот дом, и тогда нужно было этот дом разрушить. Это был показатель тому, что в этом доме опасно жить, потому что этот дом построили для плохих вещей. И поэтому это было... Невозможно было использовать строительный материал старого дома, поскольку этот строительный материал, он весь пропитан плохими силами, нечистью, туман, которая влияет на домочадца в плохую сторону. И поэтому это было большое спасение для еврейского народа, что иногда кажется, что нужно было разрушить дом. На самом деле это было просто спасение от каких-то невзгод, каких-то страданий, которые могли прийти от этого дома. Слышал историю, что Рафхайм Каневский, к нему пришел один еврей, что купил квартиру в каком-то районе, где он не знает, кто там были жильцы, и все это. И он говорит, перед тем, как ты туда въезжаешь, покрась стены два раза, чтобы это было как два покрытия. И когда мы кладем в карман какой-нибудь сидур или какой-нибудь спиркон или что-то такое, то, как известно, невозможно зайти с этим в туалет, потому что нужно два покрытия. Нужно, чтобы качать, и еще какой-нибудь пакетик, то, что заворачивают. Это то, что было. И это причина, то, что делают Ханука Табай, что когда мы приходим в дом, и мы не знаем, что в этом доме было, что там происходило и так далее, мы поэтому делаем Ханука Табай, обновляем дом, новоселье, и говорим там Деврей Тура, и есть у Сфарадима, у Хасидима, есть какие-то текуним разнообразные, которые читают от рыбки Изора, это Элим и так далее. Это все вещи, которые с начала входа в дом, они очищают вот эту нечисть, которая есть или может быть есть, и тогда этот дом влияет на нашу семью, чистоту, доброту, шхина находится в этом доме, и все-все-все хорошего. Большое спасибо, я был очень рад, и всего хорошего.